На портал Икзегет поступают вопросы, а мы пытаемся найти на них ответы. Сегодня поговорим о том, чем отличается любовь от человека угодья. Где эта грань? Рассматривая любовь и человека угодья, мы, дорогие братья и сестры, должны с вами определиться, что же такое любовь. Если препарировать любовь, то внутри этого замечательного, теплого, большого чувства мы с вами можем увидеть три составляющих. Это радость, благодарность и жертвенность. По отношению к кому-либо или к чему-либо. Человек, допустим, что-либо любит. Он любит, к примеру, свои очки. Видя эти очки, он испытывает радость, он испытывает благодарность этим очкам, что он может и мечтать. Ну и готов на жертвенность ради этих очков. Он их протирает, он за ними заботится, складывает и хранит их в футляре. Все это говорит о том, что человек проявляет любовь к этому предмету. Точно так же можно проявить такую же любовь и к человеку. Когда мы видим этого человека, мы испытываем к нему радость, мы испытываем к нему благодарность за какие-то поступки. И мы проявляем по отношению к нему какую-либо жертвенность. Жертвенность, которая может быть своим временем, жертвенность может быть материальная, жертвенность может быть и имиджевая. То есть, когда человек совершенно не задумывается о том, как к нему будет относиться другой человек и будет совершать те поступки, которые ему необходимы. Самый лучший пример – это жертвенность родителей по отношению к своим детям, когда они запрещают ему пить какие-нибудь сладкие газированные напитки. О, как негодует в этот момент ребенок! Наверное, в общем-то, кто-то может даже и обидеться с детей, но мудрый родитель не будет смотреть, как к нему относятся в этот момент ребенок. Он будет искать именно его пользу. Точно так же можно сравнить и с уроками, которые, конечно, мало кто из детей готов делать самостоятельно, особенно в школьном возрасте. Но заботливый родитель знает, если ребенок не получит знаний, то, в общем-то, жизнь его может сложиться не так уж удачно, не так хорошо, как если бы, наоборот, знания были бы ему доступны в полной мере. И применяет к нему различные методы, уговоры, наказания, подкупы и так далее. И все это ради того, чтобы принести пользу ребенку. Взирая на все это, мы с вами можем понять, что человек, который является человекоугодником, совершенно не вписывается в эти рамки. «Человекоугодник преследует одну цель – чтобы меня не трогали, пусть чего угодно там они совершают, делают, или, к примеру, чтобы обо мне хорошо думали». То есть, в первом случае, любовь всегда направлена на кого-то, человекаугодие направлено на меня. Это мое спокойствие, это мой комфорт, это все, что было бы мне хорошо. Мне не важно, что будет с другим человеком. Ему нельзя чего-то, я ему дам, чтобы он со мной не поссорился. И вот это «человекоугодие», оно, естественно, в конечном результате приводит к разрыву взаимоотношений между людьми и, естественно, к вреду как одного, так и другого объекта, между которыми возникло это греховное чувство «человекоугодия». Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует...